Я приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня 19 января 2024 года. Сегодня я буду заниматься посевом петунии два сорта и виолы. Виолу я ни разу не сеяла, а петунию просто докупила. Немного раньше я уже посеяла часть петунии. Это петуния домашняя. В 2023 году семена взяты с цветущих петуний в огороде. Посеяна эта петуния была 25 декабря 2023 года. Я, конечно, поспешила, но я сеяла лаванду и заодно, семена домашние, как говорится, не жалко, заодно посеяла петунию. Сеяла я ее вот в такие чашечки с крышкой. Землю я в этом году использую терравита с небольшим добавлением вермикулита. Как я уже сказала, посев производился 25 декабря. 29 декабря петуния взошла лесом. Вот такие две чашечки у меня были посеяны разных цветов. Петуния до всходов была закрыта. Как только она взошла, я ее поместила вот в такие мини-парнички. Здесь, как видите, отверстие, куда проходил воздух. После того, как появилась первая пара настоящих листочков, я ее распекировала. Вот в такие контейнеры. Землю пролила фитоспорином предварительно. Затем, когда пропекировала петунию, полила их корневином. Обычно я пользуюсь синтарной кислотой. На тот момент у меня таблеток не было. И у нас в фикс-прайсе появились вот такие мини-парнички. Они уже без боковых отверстий. Закрываются плотно. Пропекированную рассаду я прикрыла такой крышкой. Она у меня три дня простояла. Я вроде бы крышку начала снимать. Но смотрю, рассада начала вянуть. Поэтому я опять закрыла крышкой. И уже пока они у меня стоят под лампой в таком виде. Как только увижу, что она хорошо пошла в рост, значит корешки зацепились, растут. Я крышку сниму. Еще хочу сказать, что при посеве я стараюсь придерживаться лунного календаря. Не произвожу посев полнолуния день до и день после полнолуния. Также стараюсь не сеять в такие знаки зодиака, как лев, дева, овен, стрелец. Ну, по крайней мере, стараюсь придерживаться этих правил. В тот же день, когда я сеяла питунью свои домашние семена, я посеяла вот в такие торфяные таблетки покупную питунью. И вот смотрите результат. Результат плачевный. В торфяные таблетки я больше сеять питунью точно не буду. Проливаю почву слабым раствором фитоспорина. Далее ручкой, карандашом делаю углубление. Примерно один сантиметр. Здесь 10 штук. Я посею 6. Две ячейки займу. Беру зубочистку, смачиваю. Один край водички. И зубочисткой подхватываю семечко. И кладу его, не утрамбовывая, вот в эту ямку. Не вдавливая, не присыпая. Обязательно подписываю и ставлю дату. Дальше таким же способом посею питунью Аннушка. Далее буду сеять виолу. Я смотрю, у виолы такие же мелкие семена, как и у питуньи. Возможно, я зря делаю, что в одну ячейку разные цветы сею. Но я почитала, как питунья всходит, так и виола. Так что, возможно, они у меня взойдут вместе. Точно так же, как и питунью, укладываю зубочисткой на дно ямки. Далее можно из опрыскивателя, но мне нравится пользоваться шприцом. Очень удобно. Буквально по одной капельке. Чисто смочить оболочку. Далее убираю все это в мини-тепличку, которая мне очень понравилась. Я уже озвучила, что мне понравилось, что нет здесь боковых отверстий. Нет необходимости закрывать сверху семена пленкой. Здесь хорошо все прикрыто. Воздух не проникает. И далее эта мини-тепличка у меня пойдет под лампу.